Предупрежден вооружен. Пожарная безопасность на повестке дня. В домах заработали не только батареи, но и обогреватели, другое оборудование для прогрева помещений. В этой связи сотрудники Государственного пожарного надзора по городскому округу Щелково предупреждают, будьте внимательны и аккуратны при использовании пожароопасного оборудования. Что касается газового оборудования, необходимо собственникам жилья своевременно обслуживать газовое оборудование специализированными организациями. Нельзя детям доверять пользоваться газовым оборудованием. При малейшем запахе газа необходимо перекрыть вентиль подачи газа, открыть форточки, чтобы проветрить помещение. И после вызвать аварийную газовую службу. Что касается печного отопления, необходимо помнить, что дымоходы следует очищать, как правило, перед началом отопительного периода. Также необходимо смотреть за целостностью печи, на наличие трещин, щелей, чтобы из них не выпали искры. Запрещается топить печи легковоспламеняющимися жидками, доверять детям топить печь. Также запрещается топить печь с открытой дверцей. Перед топочным отверстием необходимо разместить притопочный лист металла размером 50 на 70 сантиметров, толщиной 2 миллиметра. Дымоходы надо горючими крышами, следует оборудовать искрову ловителями. Прежде чем лечь спать, необходимо убедиться в том, что горение внутри печи полностью прекращено. Что касается электрических отопительных приборов, надо помнить, что пользоваться обогревателями необходимо только, которые прошли сертификацию и имеют маркировку Ростест. Размещать обогреватель необходимо на расстоянии не менее 1 метра до горючих предметов, таких как мебель, шторы. Также перед тем, как лечь спать, надо обесточить обогреватели. Данные статистики, по словам сотрудника госпожнадзора, неутешительны. По состоянию на 21 сентября 2022 года на поднадзорной территории отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Щелково зарегистрировано 547 пожаров. В аналогичном периоде прошлого года 507 пожаров, на которых в 2022 году погибло 4 человека, 8 человек в 2021 году. 16 человек получили травмы в 2022 году и в прошлом году 7 человек. Ну и в завершении хотелось бы обратиться к гражданам с просьбой общаться со своими детьми на предмет рассказывать детям про правила пожарной безопасности, прививать им культуру безопасного поведения, ну и, соответственно, оборудовать свои жилые помещения автономными пожарными извещателями, которые в случае малейшего задымления издадут громкий звуковой сигнал, а также приобрести ручные огнетушители. Граждане, помните, что соблюдение элементарных требований правил пожарной безопасности сводит к минимуму риск возникновения пожара, причинения материального ущерба, а также гибели. Будьте бдительны!